Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео я хотел бы вам показать одну мою очень интересную партию. Я сыграл её на сайте Liches. Это был Rapid по 10 минут. Ну вот, небольшое такое вступление. Последнее время больше играю именно Rapid. И выработал вот такую формулу освоения новых дебютов. Ну вот, кто интересуется, часто задают вопрос, как наигрывать дебюты. После того, как вы изучили дебют по партиям сильных шахматистов, выигравших этот дебют, но также по монографиям дебютным, книгам, вам нужно его наиграть. Это обязательно, конечно, условие применения его в классических партиях. Поэтому я рекомендую вот по такой схеме действовать. Сначала вы играете в Rapid, потому что если вы будете играть в Blitz по 3 минуты, по 5, то вы просто не успеете почувствовать схему взаимодействия фигур. Что та или другая фигура хочет в этом дебюте? Rapid. То есть 10-15 минут. Даже, наверное, 15 минут более приоритетно. Ну, если у вас не хватает времени, то лучше по 10. Потом вы переходите уже фактически в классику. То есть наиграв в Rapid вы уже, в принципе, понимаете, как можно играть в том или ином дебюте, что можно себе позволить или сопернику. Потом вы переходите в классику. И, в принципе, в классике вы уже полностью вникаете в дебют. То есть это может быть классика, конечно, и очная. То есть за доской в реале вы играете. Или это, опять же, онлайн. Если у кого есть время, конечно, тогда, да. Ну, даже по полчаса можно, в принципе, играть. Это, конечно, не классика, но, тем не менее, какой-то заменитель этого. А потом, когда вы уже в Rapid и в классику наиграете, уже, в принципе, можно играть в Blitz. Потому что Blitz, в принципе, дебют нужно выставлять особо не думая. Ну, и вот по такой схеме действовать. Я думаю, что эта схема вполне такая неплохая. И, опять же, наверное, не открыл я Америку в этом плане. Но лично для меня это подходит. И вот я сейчас осваиваю за черных ход Е5 на Е4. Ну, кто был на моих стримах, кто видел мои партии, все помнят, что у меня любимый дебют французская защита на Е4. Но вот сейчас я пытаюсь перейти, опять же, в открытые дебюты. Как, в принципе, я играл в детстве, пока не перешел на французскую. Ну, и вот здесь соперником моим был шахматист не очень высокой квалификации 2078. Хотя, опять же, это, может быть, вполне себе крепкий первый разряд. И я тут обижаю перворазрядников. Но я сравнительно своего рейтинга беру. Но этот рейтинг не появился из ниоткуда. В принципе, я его себе набил в игре с шахматистами вот такой вот силы. То есть, пока что, играя, и вот тоже очень важный момент, играя новые дебюты, вам не нужно сразу же пытаться играть с соперниками вашей силы, какой бы ни был у вас рейтинг. То есть, если бы я с 2400 тут играл вот этот дебют, любой дебют, то я бы посыпался. То есть, с большой очень вероятностью, или бы где-то там пытался спасаться. Сначала надо попробовать этот дебют, ну, так сказать, на шахматистах более низкого уровня, для того, чтобы понять, как здесь активно действовать. А потом шахматисты более высокого уровня вам покажут, куда не следует идти, да, где опасно, где можно себя проявить активно. То есть, вот в таком вот стиле нужно действовать. И вот здесь я решил применить испанскую партию. Ну, то есть, вернее, соперник мой применил испанскую партию, а я в ответ применил гаммит Яниша. То есть, е4, было далее е5, конь f3, конь c6, и здесь слон b5. То есть, после хода слон b5, очень интересно, что движок вот этот, встроенный в лечес, считает, что ход f5, это как раз именно гаммит Яниша, названный по имени Карла Яниша, исследователя вот этого дебюта, дебютного варианта, вернее. И здесь, все-таки, этот ход считается неточностью. То есть, лучше было сыграть a6, но мы с вами понимаем, что и a6 ход возможен, и конь f6 тоже вполне себе конкурентно способный ход. Но ход f5 интересен тем, что, в принципе, вы изучаете один дебютный вариант. Тоже бой испанской партии, интересный тоже очень момент, я на занятиях и в онлайне, и с детьми тоже разбираюсь, сам тоже начинаю чувствовать. В принципе, теория, конечно, испанской партии, она разделяется на две большие группы. То есть, есть люди, которые играют a6, и люди, которые не играют a6. Если вы играете a6 за черных, то, в принципе, в дальнейшем дебютный выбор за вами. То ли это будет контратака маршала, то ли какие-то чеголинские схемы, в которых вы тоже можете выбирать, россыпь этих вариантов, зайцева, бреера, то есть смыслова и так далее. То есть, в принципе, у белых там слишком уж каких-то больших возможностей свернуть нет с этих маестральных линий, ну а черные практически всегда выбирают. Но есть люди, которые a6 не хотят играть, и они тут себе выбирают какой-то один дебютный вариант, как правило, его играют на протяжении длительного времени, чуть ли не всей своей шахматной карьеры. Люди, которые любят что-то по закрытии, можно так сказать, что-то такое без слабости, может быть, какую-то пассивную позицию, играют d6. Ну а те, кто любят активность, те играют f5. Активный очень ход f5, это действительно жертва пешки, гамбит Яниша, или же защита Шлимана, как вот здесь написано на английском языке, так оно на западе все это дело называется. Ну а здесь три хода. Ход кc3 считается самым сильным, ну в принципе, ход кc3 вот в этой позиции, это примерно то же, что и во французской кc3. Играя так, белые, конечно, претендуют на дебютный перевес, серьезный, но в то же время они должны знать много вариантов различного разветвления вот этого дебютного варианта этой системы. Но играя d3, здесь белые обычно не достигают слишком уж какого-то большого перевеса, но позиция стабилизируется, понятно, как ставить фигуры белым и особенно черным. Ну а ход d4, конечно, делается намного реже, там острый есть вариант жертвы фигуры, мы его сейчас смотреть не будем. Мой соперник сыграл d3. d3 ход тоже весьма неплохой, так Ананда играл белыми не раз. В принципе, если Ананда этот ход делал, он плохим этот ход не может быть. Дальше черный разменивается на e4, теорию я тут приблизительно помнил, то есть не так, чтобы ход в ход, но вот я знал, что коня нужно выставлять, конечно, на f6, и вот тут как раз одна из основных идей гамбита Яниша очень ясно будет показана, потому что после короткой рокировки ладья уже будет по пулу открытой линии f давить. То есть вот как раз эта пешка f и сбрасывается. Дальше. Рокировка здесь основной ход, но мой соперник сыграл ферзь е2. Возможный ход. Таким образом белые в дальнейшем хотят, возможно, поставить ферзь е4. То есть здесь, конечно, можно сразу d6 пойти, но обычно вот я и выхожу слоном на c5. В принципе, черный расставляется, как в итальянской партии. То есть эту схему очень просто запомнить. Ну и дальше белые могут рокировку сделать, там конь c3 пойти. Самое главное черным не сделать сразу рокировку, потому что если пойти в короткую, то тогда будет сразу ход ферзь c4, нападение на слона, на короля, и слон теряется. Поэтому на c3, тут такой ход сделал мой соперник, видимо, имея в виду в дальнейшем продвижении b4, черные обязаны ходить d6. Ну и теперь уже слон защищен. И вот здесь белые делают позиционную ошибку, совершают ошибку ходом h3. Ну на самом деле ход h3 препятствует выходу слона на g4. Но дело в том, что если белые здесь хотят рокировать на королевский фланг, ну а по всей видимости так они и хотят сделать, потому что пешка на c3 сигнализирует об этом, то тогда ход h3 это просто будет ослабление позиции черных. То есть в дальнейшем этот ход мне очень сильно помог. Поэтому здесь, наверное, просто нужно было сделать рокировку или конь bd2 пойти. А можно было просто b4 сначала пойти, а потом конь bd2. С идеей как раз внедриться сюда конем и разменять вот этого слона. А4 тоже на движении есть, такие типовые идеи. Но после хода h3 черным уже ясно, что делать дальше. 2-0-2-0. В этой позиции, я думаю, ход король h8 сделать не лишнее. То есть фактически это профилактика от возможного шаха ферзем на c4 или слоном. Но я думаю, что здесь возможны и другие варианты. Тот же перевод ферзя по вот такому маршруту. Опять же здесь перевод коня вот такой вот тоже есть. Такой по испанским мотивам. То есть здесь позиция уже с перевесом у черных. То есть посмотрите, уже минус 0,6 по дебюту после 9 ходов. Конечно, в результате какой-то невнятной игры белых и определенных ошибок. Ладья d1. Играют белые. Это направлено против хода конь e7. В этом случае будет ход конь e5. Ну и связка по вертикали d не дает здесь забрать коня. Ну, поняли черный этот маневр. Ну, ферзь e8. Ферзь e8. Теперь уже ферзь переводится на h5. Типовой маневр и в голландской защите. Так очень часто черная ферзя переводит и в таких позициях. Гамбита Яниша. Конь bd2, конь h5. Тоже отлично. Все своевременно очень делается. Потому что конь на h5 защищен ферзем. Это важно в каких-то вариантах по типу конь e5 и ферзь h5. Что было возможно при ферзе на d8. Белые играют конь f1. Двигаются по испанскому маршруту. Но заметим, что уже ход конь g4. Вернее, конь g3 в исполнении белых здесь уже будет невозможен. Потому что черные просто побьют. И белые не смогут взять в ответ. Потому что пешка связана вот здесь. Вот этим мощным чернопольным слоном. Поэтому далее ферзь g6. Ферзь g6, имея ввиду в дальнейшем ход конь f4 с нападением на ферзя и на пешку. Вот здесь мы уже понимаем, что на ход конь f4 белые обязаны будут пить слоном. То есть это уже тоже важное позиционное достижение черных. Потому что слон у них останется, вот этот чернопольный. А у белых такого слона не будет. Перевес черных тем временем увеличивается. Король h2. Такая профилактика. Защита пешки h3. Где-то, может быть, даже конь g3 хотят. А потом забрать пешкой тоже. Пешка на f2 развязана. И в этой позиции можно было сыграть слон e6. Но мне не хотелось так ходить. Потому что где-то этого слона можно попытаться разменять. Может быть, где-то конь g5 будет ход. Может, слон c4. Но вот сейчас конкретно ход слон c4 невозможен. Смотрите, тут довольно красивый вариант. Жертвуется после этого качества. И далее следует ход слон бьет f2. Угроза мата на g1. Вынуждает здесь белых играть h4. Но там все-таки мат следует. Верзь g1, ладья f8 и так далее. Красивый вариант. То есть слон e6 можно было сделать. Ну, хотелось как-то слоном. А кто его знает, может потом надо будет еще слоном забрать на c6. Давить на пешку e4. В то же время здесь появляется еще один мотив. Это как раз давление по вертикали d. В какие-то моменты, когда слон побьет белых на c6, черные не смогут побить bc ввиду хода конь бьет e5. Это тоже важная деталь, которую мы увидим в дальнейшем. И вот в этой позиции белые, уже в довольно сложной позиции, они сыграли слон e3. И на самом деле это уже ошибка. То есть надо было все-таки играть конь g3. То есть тот ход, о котором мы уже говорили. На взятие будет fg. Ну, понятно, у черных будет в любом случае перевес. То ли брать этого коня, то ли конь f4 ходить. То ли вообще игнорировать взятие, а потом забрать ферзем на h5. Но все-таки это было лучше, чем ход слон e3. Ну, идея белых состояла в том, что в случае взятия на e3, здесь можно забрать и даже пешкой. То есть мне нравилась за белых вот такая вот позиция. Нравилась, потому что конь на f4 не заходит. Ну, видимо, здесь уже какие-то нюансы работают за черных, потому что оценка еще большая в их пользу. Но тут дело в том, что есть выбор. Можно ферзем брать, компьютер считает, что ферзем лучше забрать, конем тоже можно забрать. Нет, конем как раз, наверное, не очень, потому что конь f4 будет на ядрение. Я там f1. Ну, в общем, все равно у черных здесь перевес, хотя хотелось не менять фигуры. А вот делается ход конь f4. Мы понимаем, что, опять же, нападение на ферзя и на мат на g2 вынуждают белых забирать на f4. То есть фактически здесь темп белые теряют на этом размене. Ну, а еще очень важно, что чернопольный слон остается. Конечно, бьем ладьей для того, чтобы линию f не закрывать. Ну, а дальше вторую ладью подтягиваем на f8. Это типовая, конечно, идея в гамбите Яниша, ну, в таких позициях, при давлении по полу открытой вертикали. Но теперь же конь g3 пошли белые, ладья а, f8. И в этой ситуации соперник должен был уже ходить b4. Далее взяли, и слон бьет c6. И вот здесь как раз работает этот нюанс. Если забрать bc, то тогда конь e5. И мы видим, что это вилка. В случае взятия ладья заходит, и здесь даже у белых небольшой перевес. Ну, понятно, что тут лучше забрать слону, давить на пешку e4. В итоге черный где-то пешку забирает. Например, в таком варианте. Ладья на f4 сказалось. Но соперник пошел слон d3. И это ход, конечно, уже ужасный. Конечно, он тут как-то подкрепил пешку на e4. Но здесь у черных есть мотив для типового удара слон 2h3. Вот и сказалось вот это ослабление. Теперь мы понимаем, что взятие на h3 ведет к разгрому. Но то ли забрать пешкой, тогда теряется конь еще угроза. Ладья бьет f2 здесь появляется. Совсем тут уже плохо белым. Конечно, взятие королем ведет к немедленному мату. Не то, чтобы немедленному, но явному мату. Ферзь h5, король g3, ну, ладья g4. Вот такой вот здесь получается итог. Ну, что еще можно было сделать? Ну, компьютер советует слон b5. Ну, мы видим оценку минус 7,3. Просто можно отойти на g4. Здесь черные просто побеждают. Но соперник решил подлить масло в огонь моей атаки. Сыграл ладья g1. Совсем закрыл того короля. И после хода слон g4 еще угрожает шаг по вертикали h. Ну, и в этой позиции мой соперник пошел конь f5. Пытается как-то активно действовать. И, конечно, тут, ну, что, советуют ладья h1, чтобы короля спрятать на g1. Ну, понятно, что тогда на f3 потеряется материал. Ну, а на ход конь f5 здесь нашлась довольно интересная комбинация. Мне тут хотелось побить одного из этих коней. И я отдал предпочтение взятию на f3. То есть ладья бьет f3. В то же время компьютер рисует красивые варианты после взятия на f5. Ну, и здесь, если брать ладью вот так пешкой, то тогда красивый вариант с матом. Ферзь h5, король g3, забрали слоном. И здесь, если забрать пешкой, то тогда вот такой вот линейный мат. Ну, а если на этот ход сыграть ладья h1, что, в принципе, лучше, то тогда бьем тоже на f3. Ну, и тут приходится уже даже ферзем брать. Иначе просто мат будет. Да, забираем ферзем. Потом забрали на f2. Ну, это уже такие красоты. Это уже компьютер просто вариант этот нарисовал. Это даже не я его вводил. Поэтому дальше смотреть не будем. Но вот в этой позиции все-таки решил я забрать на f3 коня. То есть, я забрал ладьей. Ну, и дальше как раз главный вариант попался. Здесь в партии, то есть, мой соперник попался на этот главный вариант. Здесь, конечно, брать ферзем не хотелось. Хотя компьютер пишет, что так нужно было играть. Но мы опять с вами понимаем, что тут в этой позиции уже белым ловить нечего. Ну, а соперник мой побил. Вот здесь же f, но может не заметил. И после хода fh5 подумал, подумал и сдался. Ну, дело здесь в том, что на любой ход королем, на g3 или на g2, последует мат ферзем на поле h3. Вот такая довольно иллюстративная партия в гамбите Яниша. Тут, конечно, сопротивления соперник особого не оказал. Но в то же время черные провели все основные идеи, которые характерны для данного острого дебютного варианта. Спасибо большое за ваше внимание. Не забывайте оставлять свои комментарии под видео. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Думаю, что со временем таких подробных обзоров будет больше. Ну, так я пытаюсь вам объяснить дебютную теорию. А, конечно, на этом канале таких отдельных уроков по дебютам нету. Поэтому я пытаюсь вот так восполнить этот провел. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok